Легендарный гитарист The Bottle раскритиковал русский рок. Эпатажный музыкант уже не первый раз обрушивается с критикой на коллег по цеху. Не обходит стороной даже участников собственной группы. В этот раз порцию критики получили представители русской рок-сцены, впрочем, не все. Досталось от гитариста и Валерия Кипилову, и Борису Гребенщикову. The Bottle считает их музыку вторичной, а за оригиналом советует обращаться в Британию. Просто при Союзе сравнивать особо не с кем было. Народ жевал, что дают. The Bottle хорошо помнит советское время. Он сам тогда учился в консерватории в Ленинграде, пока не был исключен ввиду алкогольной зависимости. Основной проблемой русского рока The Bottle считает повальную любовь людей к постпанку и бардовским песням. Постпанк, это и не панк. Гламурная попса для девочек в гитарной обертке, чтобы продавать как рок. Единственным же русским рокером, заслуживающим внимания, The Bottle считает Станислава Буя, одиозного вокалиста Гнилого района из Пензы. Остальных же представителей жанра клеймит потерянным поколением. Гитарист критически высказался о гитарных навыках Юрия Каспарина и Кузьмы Рябинова. The Bottle заявил, что как переиграл бы их 20 лет назад, так переиграет и сейчас. Главный же крестом русского рока музыкант считает превалирование лирики над инструментальной составляющей.